Здравствуйте! Это итоги недели. С вами Андрей Иванов. Короткие четырехдневные посленовогодние будни завершены. Традиционно после длинных праздников подводятся итоги. Сколько пьяных водителей, сколько пожаров, сколько детей родилось. Обо всем этом сегодня в программе. А еще в январе отмечаются сразу два важнейших церковных праздника. Это Рождество Христово и Крещение. О первом мы расскажем в подробностях. Второй же еще впереди, но подготовка к нему в самом разгаре. И начнем с оценки минувшей декады от ведомственных служб Иркутской области. Именно на них лежит ответственность за безопасность жителей региона в период зимних гуляний. Об оперативной обстановке в Ангарском округе в первые дни 2024 года. Наш следующий сюжет. Полиция, МЧС, скорая помощь и другие экстренные службы Ангарского округа в новогодние каникулы работали в усиленном режиме. Ежегодно январские праздники для них становятся настоящими трудовыми буднями. И, как прозвучало на итоговом совещании, основной причиной различных происшествий является злоупотребление алкоголем. Шесть детей были помещены в медицинские учреждения, три в инфекционную больницу. Трое из них также по актам инспекторов полиции были помещены в больницу в связи с тем, что родители в силу своего состояния не могли осуществлять должного контроля за своими ребятишками. В том числе, один несовершеннолетний помещен в больницу с признаками жестокого обращения. Новогодние праздники – напряжённое время и для медиков. Городские больницы оказывали помощь больным в ежедневном режиме. В работе были задействованы как терапевты, так и узкие специалисты. Например, Ангарская городская больница приняла более тысячи человек за первую неделю нового года. Это практически 200 пациентов в день. В усиленном режиме работала и скорая медицинская помощь. Рост вызовов в основном за счёт высокой температуры. Очень много было пневмонии. Кроме всего, обслужили 170 травм различного характера. Были обслужены также пациенты с ДТП, с пожаров и 24 случая с токсическим действием алкоголя. В целом, скорая помощь справилась. За сутки было примерно по 300 вызовов. Это на 16 бригад. Тем не менее, спасибо поликлинике, которая выходила в эти дни, работала. Часть взяла вызовов на себя. Так можно сказать, что мы справились. Как известно, причиной ЧП в новогодние праздники становятся и пиротехнические изделия. Несмотря на то, что в городе установлен перечень мест для их запуска, многие продолжают поджигать фейерверки прямо во дворах. Такая безответственность привела к несчастному случаю. Ну вот мальчик, 11 лет, который нашёл петарду, не разорвавшуюся во дворе, взял в руки, она у него разорвалась в руке. Нанесли, конечно, ему, нанесла эта петарда, ему рваные раны кисти. Поэтому вот ещё раз хочу акценты расставить. Всё-таки петарды запускать в определённых местах. Они у нас постановлением определены. Хочется, чтобы всегда были взрослые рядом с детьми, когда запускаются петарды по всем правилам. Ещё одна трагедия произошла 8 января в посёлке Мегет. 23-летняя женщина переходила железнодорожные пути и не заметила движущийся состав. В результате она скончалась под колёсами поезда. Наталья Хмелёва, Олег Левченко, Местное время. Продолжаем подводить итоги. В Иркутской области в период новогодних праздников произошло около 80 пожаров, унёсших жизни 4-х человек. Также за первую неделю 2024 года на дорогах при Ангаре зарегистрировано несколько десятков ДТП. О причинах, последствиях и статистике наступившего года расскажут мои коллеги. 79 пожаров за первую неделю января. Главными причинами возгораний квартир, домов и подвальных помещений в Иркутской области стали короткие замыкания и неосторожное обращение с огнём. На пожарах погибли 4 человека, 7 получили травмы. Спасателям удалось спасти более 50 погорельцев. Так, в разгар праздников в Ангарске сотрудники МЧС спасли 93-х летнюю жительницу 94-го квартала, где произошёл пожар, причиной которого стало неосторожное обращение с огнём при курении. Смотря на оперативные цифры, можно сказать, что в этом году мы новогодние праздники прошли успешно, с наименьшими потерями. Конечно, в человеческой жизни невозможно, так скажем, оценить. Переведя их на материальные денежные составляющие. Но всё-таки, в любом случае, мы сравниваем по количеству происшествий и количеству погибших. Также за первые дни 2024 года на дорогах Иркутской области произошло порядка 40 аварий, в которых погибли 4 человека. Причинами ДТП стали нарушение правил расположения автомобиля на дороге, превышение скорости, несоблюдение очерёдности проезда и правил пешеходного перехода. Как и в прошлом году, большое количество водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. Только за первые два дня нашими сотрудниками госавтоинспекции выявлено больше 100 водителей в нетрезвом состоянии, которые в том числе и попали в дорожно-транспортное происшествие. То есть, ещё один из факторов, на которые хотел бы обратить внимание уважаемых водителей и родителей, то есть, у нас за эти праздничные дни 10 ребятишек пострадало в этих дорожно-транспортных происшествиях. В настоящее время сотрудники государственных ведомств проводят профилактические мероприятия, направленные на безопасность населения. Также в Приангарии до 10 января действует режим повышенной готовности, введённый в конце 2023 года. Егор Сорокин, Олег Левченко, Местное время. В новогоднюю ночь в Иркутской области родились 13 детей. Первым ребёнком этого года стал мальчик. Он появился на свет спустя 15 минут после боя курантов в областном пираментальном центре. Следом за ним там же родились ещё два малыша мужского пола. Мамами в Новый год стали жительницы Братска, Шелихова, Уськута и Ангарска. В городе Нефтехимиков самую волшебную ночь на свет появился тоже мальчик. В пятницу 12 января свой профессиональный праздник отмечали работники прокуратуры. Дата выбрана не случайно. В 1722 году император Пётр I подписал указ об учреждении должности генерал-прокурора. Так был создан Институт Российской прокуратуры. О главном надзорном ведомстве Ангарска наш следующий сюжет. История Российской прокуратуры уходит корнями в XVIII век, когда Пётр Великий подписал указ об учреждении должности генерал-прокурора. Позже, в 1762 году императрица Екатерина II расширила перечень функций ведомства. 12 января считается профессиональным праздником для надзорного органа с 1956 года. В Ангарске прокуратура бережно хранит свою историю. В прокуратуре города Ангарска создан музей, посвященный тем, кто стоял у истоков создания прокуратуры города Ангарска. Здесь на стенде представлены все прокуроры, которые в те или иные годы работали в прокуратуре города Ангарска, являлись их руководителем. Рядом на стенде вы можете увидеть, с чем приходилось работать прокурором в 80-е, 70-е годы. И далее то, чем мы занимаемся в свободное от работы время, когда оно есть, и какие наши достижения. Наши достижения можно увидеть и также спортивные в холле прокуратуры города Ангарска. Главная задача ведомства – защита прав и свобод граждан. Традиционно в этот день подводятся итоги работы за прошедший год. В 2023-м сотрудники прокуратуры Ангарского городского округа пресекли около 8 тысяч правонарушений, вынесли более 150 требований и предъявили порядка 300 исков. Но с каждым годом объемы работы только увеличиваются. В этот профессиональный праздник я хочу выразить огромную благодарность всему коллективу прокуратуры города Ангарска за их труд, принципиальность и неравнодушие. Поздравляю с профессиональным праздником – Днем работников прокуратуры Российской Федерации, действующих работников прокуратуры и ветеранов. Желаю крепкого здоровья, мира и добра, успехов в деле служения закону. В наступившем году ведомство будет уделять особое внимание защите социальных прав граждан, интересов несовершеннолетних, детей-сирот, участников СВО и членов их семей, а также вопросом противодействия коррупции, экстремизму и терроризму. В этом году отмечается 302 года со дня образования. Мария Константинова, Вероника Васильева, Александр Черник. Местное время. И еще об одном празднике. В субботу в России отмечался День печати. Именно 13 января считается датой появления отечественных СМИ. Какой была первая российская газета и как строится работа современных масс-медиа, расскажем далее. В советское время День печати отмечали 5 мая. Это было связано с выпуском первого номера газеты «Правды». Потом все поменялось. После распада Советского Союза вернулись к истокам. И праздник перенесли. На 13 января. Ведь российская журналистика началась не с «Правды», а с газеты «Ведомости», которая вышла почти 300 лет назад. Вообще российская печать – это достаточно такая длительная, долгая история. А этой истории 300 лет. И ведет она свое начало от Петра Первого. Именно тогда вышла первая газета «Ведомости». Конечно, были определенные сложности тогда, потому что очень мало было грамотного населения. Сейчас мы все умеем читать и писать. И сейчас газета не теряет, конечно, своей популярности. В этом году День российской печати совпадает еще с одной датой важной для нас 25-летия газеты «Ангарские ведомости». Сегодня мы 24 полосы, и сегодня у нас 28 тысяч подписчиков. Мы понимаем, что наша читательская аудитория – это не только взрослые, но и дети, и подрастающее поколение. Поэтому шестой год газета «Ангарские ведомости» выпускает вот такие издания, глянцевые, первоклассник и выпускник. Делаем вот такие на память, можно сказать, фотоальбомы с полезной здесь информацией. И я сегодня благодарна нашим читателям, которые остаются с нами, которые нас читают, которые нам доверяют. И у нашей газеты сегодня тоже очень такая важная миссия – сохранить это доверие читательское. А у журналиста, у пишущего журналиста сохранить русское слово, культуру речи, литературный русский язык, с помощью которого мы общаемся с нашими читателями. Ты отвечаешь за каждую свою запятую, за каждую свою строчечку, за каждое свое слово. Потому что, ну есть же такая пословица, что написано пером, ты не вырубишь топором. Это как раз относится к газетчикам, к журналистам. 13 января свой профессиональный праздник отмечают не только сотрудники печати, но и другие работники СМИ, в том числе журналисты телекомпаний. Дима? Дима, как звук? Слышно? Работаем. Вот так мы начинаем наши проекты. Сотни передач. Тысячи людей, которые становятся героями разных репортажей, программы, передачи, проекты, волшебный мир телевидения. Удивительное дело, но еще в середине 20 века телевидение только начинало свой старт. Пройдет 20 лет, и знаменитая фраза «Не будет ничего, будет одно сплошное телевидение» станет пророческой. Пройдет еще немного времени, и уже в 90-е собираться у ящика, как было принято называть его в народе, станет доброй традицией. Постепенно большие объемные коробки с лучевыми трубками заменят жидкокристаллические экраны. И вот мы уже будем состязаться, у кого больше диагональ. Но вообще надо сказать, что телевидение за какие-то 20 лет сделало огромный шаг в развитии. Сегодня кабельное, цифровое, IPTV, Smart TV. В конце концов, это раньше было два канала. Сегодня их огромное количество. По крайней мере, есть два мультиплекса, которые обязательны в каждом телевизоре. Плюс к ним по указу президента добавились еще два. Это региональный и муниципальный общедоступные каналы. И приятно отметить, что в 2022 году «Актиз» выиграл 22-ю кнопку. Но мы не стоим на месте, и как все телевизионщики, конечно, держим руку на пульсе событий. И в конце 2023 года мы запустили второй канал информационный, который называется «Актиз-24». Еще лучше качество картинки, еще интереснее программы. Ну и хочу сказать, что у каждого из нас, конечно, есть в кармане свой телевизор. Здесь тоже мы есть. Достаточно зайти в телеграм-канал и в социальные сети. А также на сайте «Актиз-TV.ру» можно посмотреть телекомпанию «Актиз». Ну, я, конечно, не могу утверждать, как герой фильма, что через 20 лет не будет ничего, будет одно сплошное телевидение. Но могу сказать, что телевидение было, есть и будет. С Днем Российской Печати, уважаемые коллеги, наши любимые телезрители. Смотрите «Актиз» и будьте в курсе всех событий. Продолжаем. В Ангарском, Свято-Троицком, Кафедральном соборе и церкви Успения Пресвятой Богородицы традиционно и с размахом встретили великий праздник Рождества Христова. Ночные и утренние богослужения посетили несколько тысяч человек. Среди них и наша съемочная группа. Остается 17 минут до начала утренней службы. Пока у нас есть время, мы получили на это благословение. Пойдемте и пообщаемся с прихожанами. Здравствуйте. Я шепотом. С Рождеством вас. Что для вас праздник Рождества? Можно меня не снимать. Переживаете, да? Переживаю. Ну ладно, хорошо. Здравствуйте. С Рождеством вас всех. Так, скажите, пожалуйста, что для вас Рождество? Что это праздник? Праздник самый хороший, главный. А пост соблюдаете? Да. Пост соблюдаете? Честно сказать, не очень, не получается. А вы? Пост соблюдать надо, знаете, только чтобы не грешить. Пост на праздник соблюдать. Главное, просто не в еде, а не грешить. А то, что уже в возрасте в еде, по возможности соблюдаем. С праздником вас. Денис Васильевич, здравствуйте. С праздником вас. И тебя тоже. Денис Васильевич, что для вас Рождество? Это вера во все лучшее, что многое от нас зависит. И надо терпение относиться к окружающим. Радоваться каждому дню и тому, что имеешь. Правильно. С праздником вас, праздником. Пойдем. Тут люди молятся, давайте не будем им мешать, туда пройдем. Здравствуйте. С праздником вас. Спасибо. Что для вас Рождество, скажите? Ну, это самый главный праздник Рождество. Мы его ждем всегда, с удовольствием. А пост соблюдаете? Не всегда. Сейчас этот месяц болело. Ну, так что старалась, нет. А так соблюдаю. С праздником вас. Спасибо вам большое. Постань. Спасибо. Здравствуйте. С праздником вас. Спасибо вас также. Что для вас Рождество? Ну, празднуем. В церковь, в храм идем. Вы пост соблюдаете? Не могу, работающий человек. Понятно, понятно. А сейчас вы о здравии, да, ставите? Да, подаем о здравии своих родственников. Все понятно. С праздником вас. С праздником вас. Ну, в общем, здесь сейчас суета начинается. Давайте уже не будем мешать. Православные ангарчане с вечера 6 января заполнили Свято-Троицкий кафедральный собор, украшенный, как подобает в этот день, елками. В ночь перед Рождеством настоятель собора, протеерей Владимир Килин отслужил всеночное обдение, которое завершилось праздничной рождественской литургией. Днем богослужения продолжились, и даже после их окончания люди не прекращали приходить в храмы. Великий день Святого Рождества Христова – один из самых центральных праздников богослужебного цикла годового, и занимает совершенно особое место в жизни каждого сознательного христианина, потому что вся полнота Святой Церкви вспоминает это великое событие, когда Бог становится человеком, чтобы открыть человеку путь в некогда потерянный человечеством рай. Без пришествия в мир Христа невозможно было бы этого. А с пришествием в мир Христа человеку открывается вот этот путь в благодатное царство его. Я сердечно поздравляю всех с этим великим праздником, и пусть благословение рожденного богомладенца пребывает с вами и с вашими семьями. А это уже церковь Успения Пресвятой Богородицы, расположенная в микрорайоне Новый Четвертый. Здесь, как и в каждом храме нашей страны, сотни людей встретили светлое Рождество. Причастились, помолились, а самое главное – прониклись православной атмосферой, почувствовав которую на душе становится спокойно и легко. Андрей Иванов, Александр Черник, Местное время. Ангарск готовится к крещению. В окружной администрации прошло совещание по организации и проведению праздника. В числе основных тем – безопасность и комфорт массовых купаний. Подробности далее. В Ангарском округе началась подготовка к одному из главных православных праздников – крещению. Оно пройдёт в ночь с 18 на 19 января. По традиции, в городских храмах состоятся вечерние службы, а также освещение воды. А для тех, кто решит окунуться в прорубь, в округе будет оборудовано специальное место для купания. Ярдань появится на прежнем месте в пойме реки Китой. Провести ремонт купили до 14 января, как же КХ, водоканавры. Понимаю, всё нормально будет. Подготовить и оборудовать прорубь до 17 января. Дополнительно скажу, что мы направили письма в Главное управление МЧС России, откуда получили соответствующее разрешение на проведение. Также с инспекторским участком ГИМС провели предварительный расчёт сил и средств на проведение мероприятия. То же самое направили в Главное управление МЧС России по Иркутской области. Крещенские купания уже давно воспринимаются как обязательный ритуал. Хотя неотъемлемой частью праздника Богоявления они стали сравнительно недавно, в конце прошлого века, и только в сознании людей. Священнослужители же тут единодушны. Обряд хоть и популярный, но необходимым не является. Крещение Господне совершается в молитвенном поклонении великому чуду притворения водного естества в особое состояние. Вода для принятия внутрь, которая сохраняется благочестивыми людьми в течение всего года, от крещения до крещения освящается именно в храмах. И там же набирается для питья. Та вода, которая находится в нашем случае в притеке и той в пойме, она также будет по чину освящения благословлена, но для принятия внутрь не употребляется. Стоит отметить, что в Ангарском округе будет открыта только одна официально разрешённая Иордань. В настоящее время силами администрации и силовых ведомств города ведутся работы по обустройству купели, а также благоустройству прилегающей к ней территории. Искупаться в проруби желающие смогут в ночь на 19 января и днём до 16.00. После этого времени Иордань демонтируют. Наталья Хмелёва, Олег Левченко. Местное время. На минувшей неделе в Ангарске стартовало первенство Иркутской области по боксу среди юношей на призы легендарного тренера Валерия Секлетина. По этому поводу в город нефтехимиков приехали более 160 спортсменов со всего региона. Мои коллеги побывали на открытии соревнований, где пообщались с атлетами, тренерами и первыми лицами округа. Спортивный год в Ангарском округе начинается на высоком уровне. В ближайшие дни более 150 боксеров из разных городов региона поборются за звание чемпиона Иркутской области. Такие турниры в Ангарске проводятся регулярно, но на призы тренера Валерия Секлетина впервые. Легенда спорта посвятил свою жизнь боксу и первенство региона заслуженно носит его имя. Здесь многие мои воспитанники, друзья, тренера. Так что я даже не нахожу слов благодарности им за такую заботу и такую помощь, которую они мне оказывают. Традиционно первенство региона в Ангарске – большой праздник. На открытие соревнований приглашены заслуженные спортсмены, представители силовых структур, а также родители и вселюбители ярких боксерских поединков. На пустые слова спортсменам говорили не только организаторы соревнований, но и первые лица округа. Я хочу вам пожелать побед. Хочу, чтобы вы именно добросовестно и правильно использовали все спортивные свои события, такие как соревнования, и никогда не применяли свою силу в мирной жизни. Поэтому судьям я желаю справедливости, объективности. Ребята, вам счастливой молодежной спортивной жизни. Побеждайте! Данный турнир является отборочным на чемпионат Сибирского федерального округа. Первые места поедут на данный чемпионат и дальше могут занять уже звание мастера спорта и отобраться на чемпионат России. Соревнования завершатся 13 января. В этот день спортсменам вручат заслуженные награды и поблагодарят за яркие и зрелищные поединки. Стоит отметить, что Ангарск представляют более 10 спортсменов. Поддержать ангарчан и понаблюдать за спортивными баталиями может каждый желающий. Егор Сорокин, Александр Черник, Местное время. После 10 выходных дней многим россиянам довольно тяжело вливаться в работу, но есть такое слово «надо». Это были итоги недели. Меня зовут Андрей Иванов. Всего вам доброго и до встречи.